На неделе Генпрокуратура России взялась за исследование деятельности коллекторских агентств, структур, созданных для возвращения просроченных долгов. Сейчас по стране это порядка 160 миллиардов рублей. Но как в России слово коллектор вдруг стало почти синонимом слова рэкетир? Какие методы используют? Расследование провел Александр Бузаладзе. Луиза Иноземцева, банкрот. Последние несколько дней женщина не живет дома, прячется от кредиторов и коллекторов. Луиза пришла за помощью к антиколлекторам. Оказывается, есть и такая служба, но похоже, платить Луизе по счетам все-таки придется. Я буду приезжать и в 3 часа ночи, и в 2 часа ночи, и буду колбить ногами в дверь, пока она не расплатится. Денежный долг Андрея из Пятигорска несколько десятков тысяч. Коренастые доктора обещают вылечить на месте. Болезнь Андрея хроническая, забывчивость. Коллекторы пришли напомнить. Вопрос надо как-то решать. Сумма-то растет, понимаете. Андрей выдыхает с облегчением. Похоже, бить не будут. Заикаясь, обещает заплатить. Вечер. Эти же короткостриженные молодые люди, но уже у другого должника. Хозяйка дома Елена в шоке. От страха впускает в дом сразу всех визитеров. Ее долг банку более 130 тысяч рублей. Платить нечем, ее сократили. Гости настаивают, это их работа. В офисе этого коллекторского агентства в Пятигорске всего три сотрудника. На столе лежит боевой пистолет. Мы же работаем официально. Зачем нам приходить с битами? Москва владелец крупнейшего коллекторского долгового агентства. Артур Александрович. Он находит всех, даже самых безобидных должников. Мы работаем от трехсот. От трехсот рублей? Конечно. У Артура Александровича цивилизованный бизнес. Он интеллигент. За плечами МГИМО работа в банках. У него отличный пиджак, изысканные манеры и правильная речь. Ни одного должника Артур и пальцем не тронул. Отдают сами. Одно письмо, чего стоит. На бланках крупно пристав, чтобы было похоже на госслужбу. Наша задача, это вот как доктор-терапевт, объяснить, почему надо платить и зачем это нужно делать. Я боюсь, что в ближайшее время ваше дело пойдет на предварительное взыскание. Когда собираетесь в ГГШ, оставшуюся задолженную? Вам нужно было стараться, когда вы находились еще в банке и были клиентами банка, а не являлись должником. В Самаре коллекторы ловят должников прямо на улице. Говорят, что в этом городе таким бизнесом занимаются преимущественно личности с темной репутацией. Подошли на улице какие-то мужчины и сказали, что мы тебе на счетчик поставим. А потом Максима решили взять из Морома, трубили в доме электричество и стали караулить у подъезда. Причем, знаете, даже ночью стали звонить. Мне потом пришлось даже телефон выключать на ночь. Звонили, не представлялись при этом. И требовали, собственно, вернуть долг. Угрожали, угрожали тюрьмой. Вот зачем нужны антиколлекторы. Дмитрий Полукаров, враг долговых агентств, номер один. Его бизнес спасать. Судебный пристав – это исполнительная власть Российской Федерации. Коллекторы – это бандиты Российской Федерации. Сколько мы сталкивались с коллекторами, они присылают страшилки. В страшилках, как мы их называем, в письмах, уведомлениях пишут, что и долг, который клиент должен банку, передан коллекторам. На самом деле долга нет. Есть нарушение определенных договорных отношений. Долгом это станет тогда, когда будет решение суда. Киты долгового бизнеса считают Дмитрия и таких, как он, мошенниками. Алексей Козырев, глава коллекторской фирмы, не устает повторять. Антиколлекторы толкают должников в еще большую пропасть. Мне кажется, что антиколлекторы – это некая такая вот грязная пена, которая возникла на формирующемся новом рынке. Конечно, антиколлекторы – это обычные адвокаты, юристы, которые помогают отбиться, если ваш долг банку уже продан третьим лицам, если к вам приходит письмо с угрозой, если кто-то шантажирует. Например, вот этот человек – коллектор с пронзительным взглядом. Он бывший силовик и отличный психолог. Таких называют хард-коллекторами, тяжелой артиллерии. Это они приезжают в гости по ночам, не дают спать, а должника не считают за человека. В Генеральной прокуратуре решили спасать граждан, не успевших скрыться от вымогателей. Прокуроры усомнились в законности методов коллекторских агентств и призывают писать заявление. Сотрудники этих агентств, они всячески стараются походить на государственных служащих. Они пользуются или какую-то там разрабатывают для себя форму, похожую, допустим, на форму судебных приставов, имеют соответствующее название, там ООО «Пристав» или там что-то нечто подобное. Если звонят в дверь, говорят, откройте, мы тут пристави пришли, тут из вас там выбивать долг, не открывайте дверь и сразу перезвоните в отделение милиции, перезвоните там в службу судебных приставов. Нам известны факты, когда люди открывают, и потом мы имеем плачевные результаты. Людей просто избивают. В коллекторских компаниях не скрывают, что собирание денег таким циничным образом, конечно, не самое благочестивое занятие. Но тут же резюмируют, что деньги, особенно выданные в долг, не пахнут. В моих руках так называемое «письмо счастья» из долгового агентства. В нем коллекторы просят должника заплатить деньги, всего около 400 тысяч рублей. Ниже под печатью и подписью председателя правления вполне официальная угроза. Читаем. В случае непогашения вами задолженности, агентство вправе применять к вам те методы взыскания, которые сочтет необходимыми. За действия агентства банк ответственности не несет. После такого послания нужно действительно писать заявление в прокуратуру, ведь методы взыскания у этих коллекторов бывают самые разные. Александр Бузаладзе, Антон Губанов, Дмитрий Писаренко, Андрей Чистяков, Сергей Убанов и Руслан Клементьев. Вести недели.